Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это «Вовремя. Итоги». Меня зовут Степан Бугаев. Сегодня я предлагаю поговорить о страховании, вернее, об автостраховании. Но страхование уже давно вошло в нашу жизнь. Эту тему предлагаю обсудить с Олегом Песчанским, начальником Госслужбы финансово-бюджетного контроля, и Ольгой Рачковой, представителем страховой компании. Здравствуйте! Здравствуйте! Сейчас в Приднестровье предлагается вводить обязательно страхование автогражданской ответственности. Такое страхование существует во многих странах мира, может быть, даже во всех, но в Приднестровье до сих пор было исключением. Может быть, нам стоит и дальше оставаться этим исключением? Почему решено, что это нам нужно? На территории Приднестровской Молдавской Республики нет в данный момент обязательного страхования автогражданской ответственности. Есть только добровольное. Мы предлагаем обязательное страхование. Почему? Потому что добровольное страхование само в априори, страховой тариф больше, то есть дороже будет человек платить, чем в обязательном. Почему? Потому что в обязательном страховании это массовое страхование, а добровольное – это тот человек, который хочет застраховать. Соответственно, страховые компании, которые будут брать на себя риски, будут брать минимальные риски, а также, если будет обязательное страхование, это будет массовое страхование и будет пополняться резервный фонд. Соответственно, будет дешевле человек платить именно страховую премию. То есть, оптом дешевле, да? Оптом дешевле. Давайте еще вернемся к теме стоимости. Давайте обсудим, какая проблема сейчас существует, что нам нужны какие-то изменения. Специалисты говорят, что если человек проезжает, например, из Одессы в Кишинев, здесь с ним происходит ДТП, то наш житель Приднестровья, который пострадал в ДТП, не застрахован. То есть, человек виновный оплачивает штраф, но может просто уехать с аварии и не возмещать ущерб. Так ли это? Как такое возможно? Ну, на самом деле, необходимо, конечно, пояснить, что на сегодняшний день действуют институты возмещения вреда, в том числе с помощью судебных органов. Но зачастую реализовать меры защиты пострадавших при ДТП очень тяжело. И связано, конечно, в том числе с тем, что виновники проезжают тут транзитом. И более, кроме того, в дальнейшем реализовать тот судебный акт о возмещении вреда также не представляется возможным, либо затруднительно. А пострадавшему, как известно, что при возмещении вреда, что для здоровья, для возмещения здоровья играет большую роль оперативность, то есть получение этих денежных средств. Я пострадал, и возместить вред человеку, пострадавшему, необходимо как можно быстрее. Бывают такие случаи, что человек попал в аварию здесь, просто уехал в Молдову или в Украину, и все? Конечно, да. То есть в дальнейшем предъявить ему требования не представляется возможным. И тут играет роль закон, предлагаемый законопроект, он призван стабилизировать дисбаланс интересов участников дорожно-транспортного происшествия. То есть когда лицо может не только уехать, возместив штраф, лицо может вообще скрыться с места дорожно-транспортного происшествия, либо оно может погибнуть, виновник может погибнуть. Поэтому в данном случае одной из гарантий данного закона выступает то, что пострадавшему будет выплачиваться возмещение его имущественного, либо здоровья, либо наследником в случае смерти пострадавшего из компенсационных фондов, которые будут формироваться с этих премий, которые будет уплачивать каждый владелец. Каждый владелец, внося страховую премию страховой компании, платеж осуществляя, из этого платежа часть суммы будет направляться в фонд страховщиков, из которого в дальнейшем при аварии лицо, которое скрылось с места происшествия, либо погибло, пострадавшему будет возмещаться данный ущерб. То есть деньги получают пострадавшие? Пострадавшие, конечно. Скажите, а может быть по-другому можно решить эту проблему? Дать полномочия ГАИ или нашей милиции, задерживать таких людей и все, и дальше через суд разбираться, пусть они там делают, что хотят, и по закону дальше разбираются. Через суд не лучше это все решать? Через суд можно, это в принципе, по большому счету, но задержать человека мы не можем. То есть человек совершил ДТП, инспектор ГАИ только должен софиксировать, по большому счету, составить протокол, но задержать его мы не имеем права. Ну только в случае, если там... Если только погиб человек, тогда уже можно... А если просто произошло ДТП без всяких человеческих, допустим, жертв, то человек просто-напросто протокол составляется, и человек потом уезжает, куда он хочет, и найти его практически невозможно. Правильно я понимаю, что через суд происходит довольно большая волокита есть, и то есть человек получает деньги не тогда, когда ему нужно на лечение, а когда-нибудь потом? Ну конечно, механизмы судебные, они действуют. Никто не говорит о том, что при введении ОСАГО институты гражданского уголовного судопроизводства, гражданского судопроизводства, которые призваны направлены возмещению вреда, они теряют свою значимость. Нет, они наоборот расширяются, потому что начинаются отношения между страховыми компаниями, тоже в судебные тяжбы, начинаются отношения между пострадавшим и страховой компанией, в случае, если он не удалитурен страховой выплаты. То есть судебные институты, они не упраздняются ни в коем случае. В данном случае страхование направлено на тот дискомфорт, убрать тот дискомфорт, который получает пострадавшее лицо при аварии, и дискомфорт его семьи, бизнесу, который может быть на время ремонта автомобиля приостановлено. Как известно, судебные тяжбы не могут длиться не месяцами, а годами. В данном случае страховая компания ограничена сроками, и она обязана произвести выплату вовремя, произвести выплату в соответствии с требованиями законодательства в тех размерах, которые будут установлены. Что касается размера выплат, предлагается, вот сейчас разработан законопроект, он направлен из правительства в Верховный совет, в нем описаны определенные механизмы, как это должно работать. Что предлагается, чтобы приднестровцы платили больше, меньше, ну, например, чем по сравнению с нашими соседями, Молдове и Украине? Нет, предлагается базовая страховая премия 281 рубль 80 копеек. Для сравнения в Молдове это стоит 500 лей. Вот примерно, вот смотрите, у нас получается меньше. А выплата у нас при повреждении или уничтожении имущества, это 12 тысяч рубль МЗП, то есть ориентировочно 12 тысяч долларов. И 2 тысячи рубль МЗП для каждого пострадавшего в случае телесного повреждения или смерти. Это больше или меньше, чем в той же Молдове? Это больше, чем в Молдове. То есть мы... Меньше платим, но больше получаем. Страховые компании готовы так работать? Да. Хорошо. А что мешает нам использовать... Вот я знаю, что в Приднестровье активно продаются и покупаются страховые полисы Молдовы и Украины. Ну, купи себе страховую карточку Молдовы и Украины и катайся. На самом деле сегодня специфика действия полиса страховых компаний Республики Молдова заключается в том, что в законе Республики Молдова, об ОСАГО, который аналогичному нашему, который сейчас прямо мы хотим ввести, есть оговорка о том, что действия на территории ПМР, то есть до регулирования Приднестровского конфликта, работа специалистов по ущербу, так называемых аварийных комиссаров на месте, оно не распространяется. То есть на сегодняшний день на территории ПМР они не имеют права ни выехать полиция Республики Молдова, ни зафиксировать при необходимости факт ущерба. То есть все документы, которые будут составлены, так или иначе могут быть признаны потом недействительными. Страховые компании Республики Молдовы оплачивают, так как понимают, что сегодня это их продукт, но это вызывает очень большие трудности. То есть это договоренности между страховыми компаниями Приднестровья и Республики Молдова. А правда, я слышал, что последние месяцы участились невыплаты, то есть Молдова продает свои полисы, но их страховая компания, получается, не обязана по ним что-то платить. Есть ли такие случаи у нас? У нас в нашей компании, у меня не было документов. Вы знаете, на самом деле в этом и заключается вся сложность, что мы даже не можем по большому счету контролировать, регулировать или какую-то статистику делать, потому что мы сегодня выступаем посредником на территории Приднестровья. Составлять какую-то базу данных по выплатам, по ущербам, опрашивать пострадавших, то есть дальнейшую судьбу пострадавших после того, как произошло ДТП, мы даже не можем контролировать. И в этом и вся проблема данных по лесу Республики Молдова. То есть мы продаем, но в дальнейшем, когда происходит ДТП, лицо берет документы, собирает на территории ПМР, соответственно, органы ГАИ Приднестровья, соответственно, с медицинских учреждений, которые на свидетельствование Приднестровья, с медучреждений, которые пострадавших с Приднестровья, и с этими пакетами документов они направляются в Республики Молдова. В дальнейшем их судьба, к сожалению, мы не можем влиять, так как мы, во-первых, являемся посредниками, а во-вторых, естественно, любая страховая компания, видя документы другого государства, отношения к нашим документам у них понятны, могут поступить в данном случае на свое усмотрение, либо выплатить, либо правомерно отказать. Что, видимо, зачастую они и делают, потому что действительно доходит информация о том, что в некоторых страховых компаниях они отказывают, ввиду того, что документы не признаются. У нас такого, как бы, у меня нет такого документа, но мы знаем, что в других страховых компаниях существует такой момент. Хорошо. Я предлагаю тогда рассказать о том, как происходило, почему вдруг правительство решило обратиться к этому вопросу. Мы подготовили небольшой сюжет на эту тему. Предлагаю его посмотреть. Нива у светофора догнала Мазду. Авария, каких много. Обошлось без жертв, но иномарка восстановлению не подлежит. Свою вину в аварии водитель Нивы признал полностью. Тем не менее, Зое Леонидовне пришлось еще полгода бегать за ним, чтобы тот хоть как-то компенсировал потерю разбитой машины. Я продала трехкомнатную квартиру и купили сыну машину. И мне как бы жалко, это мои деньги, мозоли, наши. Давайте хоть немножко денег вернете. Сын ей говорит, хорошо, давайте завтра встретимся в 4 часа. Как пошли мы на следующий день туда, они не пришли. И сказали, мы будем встречаться в суду и будем вам по 100 рублей выплачивать. Семья Зои Леонидовны купила Мазду за 6 тысяч долларов. После аварии им выплатили всего 4,5 тысячи. Так решили оценщики. В Приднестровье десятки подобных случаев, говорили в правительстве. Бывает, пенсионер оцарапал шикарный внедорожник и просто не может рассчитаться, даже если отдаст пострадавшему свои любимые «Жигули». Единственную квартиру и всю пенсию, положенную ему до конца жизни. Есть и противоположные примеры. Например, иностранец в Приднестровье сбил пешехода. В таких случаях сейчас просто нет механизма возмещения вреда. Автострахование меняет положение дел, говорили в правительстве. Решили, что страховка нужна, и в Приднестровье она будет в три раза дешевле, чем в Украине и Молдове. Это 281 рубль за год. Мы подсчитали, чтобы на наших людей, чтобы страховые компании не получали такой прибыли, как Украина и Молдова. А именно мы хотим защитить наших людей, а не чтобы выиграли в этом страховые компании. Размер страховки зависит от того, какое количество человек управляет автомобилем. От типа машины и стажа водителя. Например, сыну Зои Леонидовны, как уже побывавшему в аварии, наверняка страховка обойдется чуть дороже. Сама рыбничанка убеждена, в случае аварии лучше сразу получить страховые выплаты, чем полгода ругаться с виновником ДТП. Вот как он говорил, откуда я возьму, вот весь ответ у него был. Делайте, что хотите, я виноват. Это как, понюшу тебя, ну что можно с тобой сделать. Вот и все. Поэтому надо страховать машины, может что-то страховка, государство хоть что-то выплатит. Не будешь бегать? 5% собранных средств страховые компании направят на ремонт дорог, светофоров и разметку, чтобы предотвращать аварии, решило правительство. Оно предлагает сделать автострахование обязательным уже с 2015 года. Олег Алексеевич, вот в сюжете говорилось о том, что размер выплат зависит от возраста машины, от стажа водителя. Как это будет определяться? То есть базовая ставка 281 рубль, дальше плюс-минус или как? Да, получается есть размер коэффициента определенного. То есть учитывается стаж водителя, учитывается возраст водителя. Чтобы вам было примерно понятно, автомобиль, средний автомобиль возьмем где-то 1600 кубических сантиметров, это то есть гольф. Ставка коэффициента получается 1. Он заплатит именно 281 рубль 80 копеек. Самый большой коэффициент, по большому учету, это получается 3, это свыше 3000 кубиков. То есть это 281 рубль 80 копеек умножить на 3. Это вот самый большой коэффициент, который предусмотрен у нас для легковых автомобилей. За дорогую машину платят? За дорогую машину, да, и за малый стаж, если малый стаж, и до 23 лет. Если человеку до 20, если это будет больше 3 лет стаж и больше 23 лет, это будет, соответственно, в 2 раза меньше. Это такие же правила, как в других странах? Россия, Украина, Молдова? Дело в том, что коэффициенты это есть везде. Поправочные коэффициенты есть и в России, и в Молдове, и в других странах мира. Потому что мы говорим, что 281 рубль 80 копеек – это базовая страховая премия. То есть мы от нее, по большому счету, и смотрим. Либо больше заплатит человек, либо меньше. Также вот я примеру говорю, почему меньше. Это до 1200 кубиков человек заплатит коэффициент 0,7. То есть 281 рубль 80 копеек умножить на 0,7, и вот получится, сколько человек в год заплатит. То есть рублей 250. Ну где-то так ориентировочно, да, он был заплатит. То есть как в большую, так и в меньшую. Все зависит от транспорта, и все зависит от того, сколько лет человеку, и какой стаж у него. Ну тут можно еще пояснить, чтобы было понятно слушателям, потребителям данной услуги, которым будут страховщики предлагать. В связи с тем, что связаны так называемые коэффициенты во многих странах мира, называемые бонус-малус, да, вот в Республике Молдова, Украина, страхование сводится, суть страхования, то есть риск. В данном случае исходит из того, что машина с большим двигателем может причинить больше ущерб, соответственно, она мощнее, да. При этом человек со стажем вождения больше, с меньшим риском, соответственно, понижает, да, коэффициенты. В данном случае вот этот регулятор, механизм, ты, чем больше ты ездишь и чем меньше безаварийного у тебя вождения, тем твоя страховая премия ежегодно будет уменьшаться. Наоборот, если у тебя было за год вождение, твое количество аварий увеличилось, да, то, соответственно, ты будешь платить больше. То есть это будет учитываться и дальше, если я, допустим, два раза через год у меня авария, то в следующий раз у меня будет, вот эта базовая ставка моя повышается, то есть я буду платить не 281 за гольф, а уже там 350. Нет, коэффициент, сам вот этот коэффициент, он будет увеличиваться, и в законе, в постановлении правительства это будет предусмотрено, в каких размерах, за какой год, за период будет повышаться, то есть умножаться на этот коэффициент. Но ставка будет на это же, ну, соответственно, на этот год она будет такая, на следующий год она может быть изменена за Верховным Советом, либо постановлением правительства, как примут уже законопроекты, сегодня тоже на стадии рассмотрения. Вот сейчас идет обсуждение в Верховном Совете, это уже вторая попытка подать эти документы в Верховный Совет, в прошлый раз Верховный Совет отказался вводить обязательное автострахование. Почему? Ну, один из аргументов Верховного Совета, то, что он захотел данный законопроект принять, люди платили большие суммы на технический осмотр, за технический осмотр. В данный момент налог на дорожные сборы упразднен, и технический осмотр сейчас стоит 52 рубля в год. И мы посчитали, что пришло время, в принципе, люди платят небольшие деньги за технический осмотр, так же самое мы рассчитали минимальную страховую премию, чтобы человек был именно защищен. Мы, в принципе, предлагаем сегодня данный законопроект, потому что человек должен быть, по большому счету, защищен у себя на территории. Потому что, когда въезжает другой резидент через территорию Приднестровской Молдавской Республики, наши пограничники, службы не проверяют, есть ли страховка или нету страховки. А данный законопроект предусматривает, что все транспортные средства, зарегистрированные на чужой территории, должны приобрести страховку. Ну что ж, мы походили по улице нашего города и узнали мнение жителей, что они думают по поводу введения обязательного автострахования. Ну в жизни все бывает, разные случаи, поэтому если что-то случится, то это будет оплачивать государство. Да, конечно, думаю, стоит страховаться. С одной стороны, как бы, страховка это хорошо, но с другой стороны, вот если посмотреть сейчас в России, как бы, страховщики, они там немножко обнаглели. Там полностью автогражданка, она обязательна, но и страховые компании, помимо страховки автомобилей, как бы, добавляют еще свои страховки. И, как бы, без дополнительных услуг они не дают основную страховку, как бы, без которой ездить нельзя. Как бы, чтобы у нас такого не было, ну, как бы, я считаю, что это лишнее. Я езжу в Кишинев, в Одессу, там обязательно страхование получается. Ну, человек защищен все же, когда страхование есть у него. Мне рассказывали хлопцы, а у кого было, он сразу звонил по этому поводу и сразу решался вопрос легче и лучше. Нет уверенности, что будет выплачиваться. Это такие тяжбы, наверное, как начнешь выколачивать эти все справки, там все это, тому подобное доказательство, что если это будет на таком уровне, как говорится, законном и выполнимом, будет, наверное, страховать, действительно себя обезопасивать. Конечно, есть плюс, что не дабы что-то случиться, получить можно страховку. Ездить аккуратно каждый может, но тот-то может не ехать неаккуратно. Поэтому, как бы, ты можешь быть невиновен, а тот-то может быть виновен. Поэтому, думаю, что страхование водителя – это обязательно. Правильно, что жизнь лучше страховать. В связи с тем, что у нас увеличивается количество вот этих автомобилей, лучше, конечно, страховаться. Я думаю, что будет положительно. Давайте вернемся к вопросу выплат. Предусмотрены будут еще льготы, то есть вот 281 – это базовая ставка, но, допустим, пенсионер будет платить 281 или как? На сегодняшний день проект закона содержит обязательные для страховщика требования о предоставлении скидки к страховой премии, которую можно назвать льготой в данном случае в рамках этого закона, в размере 25% для инвалидов и с нарушением опорно-двигательного аппарата и пенсионерам, лиц пенсионного возраста. Но, опять-таки, на сегодняшний день это всего лишь законопроект, естественно, он требует доработок. Возможно, после нулевого, первого чтения придут либо к расширению, либо, наоборот, к изменению размера. На сегодняшний день это выглядит так. То есть льготы, и это, в принципе, предусмотрено всеми законами Аббасага сопредельных государств, в том числе предоставление скидок, льгот в той или иной форме. Либо в коэффициенты закладываются, как понижающие, повышающие, либо именно обязывание страховой компании предоставляет скидку. Для нас дело это новое, а вот в других странах, на которые мы ориентируемся, там есть АСАГО, то есть обязательное автострахование, то, что у нас предлагается, и КАСКО. Правильно я понимаю, что если человек покупает КАСКО, он платит больше, но он может, не знаю, условно направить свою машину в дерево и получить выплаты, там камешек в окошко, страховая компания платит. А вот в случае с АСАГО, добровольным страхованием, что меняется? Дело в том, что это абсолютно два разных вида страхования. В данном случае КАСКО – это имущество, страхование – имущество. Это один из подвидов, когда я страхую квартиру, я страхую мебель, я страхую машину. То есть в данном случае я страхую своё имущество от его повреждения, независимо от того, я въеду, в меня въеду. То есть я буду виновником происшествия, либо я буду пострадавшим. АСАГО – это страхование ответственности. То есть я плачу премию за то, что, возможно, в течение этого года я случайно кого-то в дорожно-транспортном происшествии буду виноватым, причиню вред другому лицу – здоровью, либо его имуществу. То есть вот это принципиальное отличие объекта страхования. На что направлена защита? В данном случае она направлена на защиту лиц, которые пострадают от моих действий. КАСКО – это страхование меня, моего имущества, то есть мой карман застрахован от возможных в течение года моих трат. А ответственности страхования – это страхование моих же трат, только который я могу возмещать лицу, когда я виновник. То есть так же мой карман, но чтобы не выплачивать другому человеку. То есть мы принимаем на себя вот эту выплату. А вот, Олег Алексеевич, основные возражения против введения обязательного страхования. Которые касаются того, что у людей появляются дополнительные расходы. Может быть, пусть люди занимаются КАСКО, вот кто хочет, тот пусть застрахуется. Или там обязать перевозчиков, да, как в других странах, что если повышенные риски вот у перевозчиков, значит они пусть обязательно страхуют свой транспорт и пассажиров там, а всех остальных это не трогать. Дело в том, что обязать перевозчиков – это еще один вид страхования обязательный. Это ответственность перевозчиков перед пассажирами. То есть если перевозчик произвел какое-то ДТП, то выплачиваются денежки пассажирам, возмещаются. А в данный момент это всем людям, понимаете, у кого есть транспортное средство, и который произойдет ДТП, тот человек, который не виноват, пострадавший, получит определенное возмещение. Это не секрет, по большому счету, что у нас сегодня транспортное средство является, ну, сказать, в некоторых семьях одной из, ну, единица, которая вот кормится, понимаете. Дело в том, что если тот же самый таксист, таксиста, допустим, произойдет ДТП, и машина уничтожится, то, по большому счету, семья остается голодная. А так страховая компания обязательно выплатит. То есть при действующем механизме идут судебные разбирательства? Конечно, и судебные разбирательства идут годами, а также, когда, допустим, пострадавшему судья вынесет определенное, в его пользу вынесет определение, будут выплачивать год, два, три, пять, все зависит от того, какой он платежеспособный, это человек, который совершил ДТП. То есть условно пенсионер на жгалях въехал во внедорожник дорогой? Если у него пенсия маленькая, он может выплачивать 5-10 лет в рассрочку, потому что он сразу же не может, допустим, там 25 тысяч рублей будет сумма. 25 тысяч рублей для пенсионера – это очень большая сумма. Представляете, сколько он будет выплачивать? То есть если это будет не внедорожник, а просто такси, то человек теряет работу на несколько лет, получается? Конечно. А вот на этот счет у нас есть довольно любопытная статистика. За прошлый год выплаты в судах составили около 1 миллиона рублей. До судов дошло только 80 дел, 80 аварий. В то время, как ГАИ зарегистрировало, в три раза больше аварий. То есть это то, что зарегистрировано. На самом деле аварий было еще больше. То есть люди предпочитают все-таки разбираться на месте каким-то образом. Оно проще, да. Дело в том, что если ГАИ фиксируют нарушения, соответственно, идут какие-то определенные санкции, протокол выписывается, лишение прав и так далее. Конечно, люди стараются разобраться на месте. А так, если будет пострадавший, то есть уже не будет такого теневого обращения, понимаете. Если будет ДТП, сразу же будут обращаться в страховую компанию, чтобы возместили. Это будет быстрее? Это будет быстрее, лучше и качественнее. На самом деле, действительно, из тени выходит не только статистика дорожно-транспортных происшествий, которая будет, естественно, когда ты заплатил премию страховую. Конечно, зная то, что ты за страховым, первое, что ты делаешь, являясь виновником в данном случае, ты достаешь свой страховой полис. Потому что ты знаешь, что ты уже воплотил за эту услугу, и, естественно, страховая компания за эту услугу тебе должна вернуть, твоему пострадавшему в данном случае выплатить. То есть за собой верениться идет не только вот эта статистика и правоотношения между участниками ДТП, они будут выходить на нормальный правовой уровень. Тут идут и обслуживание, техобслуживание. То есть определенная сперечень услуг будет предоставляться и выходить из тени, потому что страховая компания потребует при ремонте машины акты работ, потребует справки на лечение. Это, опять-таки, рабочие места, это налоговлагаемая база увеличена будет. То есть в тени не останутся уже кустарные какие-то ремонтные работы, которые нельзя перенести на документы. Я рискну предположить, что участникам аварии им что там выйдет из тени, что зайдет в тени, им это не так интересно, как то, как они дальше будут расходиться. В данном случае это интересно государству. То есть в любом случае этот закон, он направлен, имеет социальную значимость, и в целом ОСАГО никогда не вводилось, да, оно имеет большую роль для населения, но государство заинтересовано в том, чтобы участники ДТП все было в рамках правового поля, да, а не будет защищен, не будет, ну договорились, ты мне выплатишь ДТП, да, завтра он передумал виновник выплачивать, и на этом все, и разбежались, разъехались, да. В данном случае нет, это все входит, наоборот, в рамки нормальных правовых отношений, когда начинает работать механизм защиты и предоставления гарантий пострадавшим лицам. Вне зависимости от того, есть виновник, или виновник погиб, либо виновник скрылся с места ДТП, либо виновник транзитник, и так далее. То есть начинается работать механизм защиты пострадавших. Ну, будем надеяться, что этот механизм начнет работать с 2015 года. Я благодарю вас за интересный разговор. С нами был Олег Пещанский, начальник госслужбы финансово-бюджетного контроля, и Ольга Рачкова, представитель страховой компании. Спасибо вам большое.